здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня я хочу показать просто как зарабатываются деньги на бирже и ну это будет простой пример вчерашний буквально вот очень показательный на новостях что значит смотрите я вчера смотрю вечером на биржевой терминал и вижу что сейчас я переключусь посмотрите и вижу что доллар резко скакнул вверх посмотрите во сколько это было но я могу сказать что это было в 19 часов да вот здесь видно в 19 часов доллар резко скакнул вверх но в данном случае это фьючерс на доллар ну сказать доллар то же самое скакнул вверх usd tomorrow я смотрел вот и я думаю что произошло обычно в таких случаях доллар связан с нефтью я смотрю а что же происходит с нефтью в этот момент а с нефтью в этот момент посмотрите практически ничего не произошло вот она нефть это график нефти сейчас я немножечко вот так исправлю вот так вот раз не знаю видно миль нет да видно это нефть а нефть при этом не изменилось что это значит а это значит что произошло что-то не с нефтью и не с долларом а именно с рублем и что же произошло с рублем я стал интересоваться и нашел информацию о том что но кто-то пишет из аналитиков что трамп очередной твит опубликовал он опубликовал его 19 часов 12 минут по московскому времени о том что россия будет вмешиваться в выборы демократов там тра-та-та тра-та-та вот но я думаю что все таки правы другие аналитики которые говорили о следующем россия начала продавать казначейские обязательства сша которые у нас золото валютный резерв и набиульна вот выступала и были опубликованы данные что доля россии в госдолги сша резко сократилась что такое госдолг сша это аналог наших офезе американский вот и считается что это самые там надежные бумаги и так далее вот россия их стала продавать но я думаю что америке это не очень понравилось и конгресс вчера же стали таскать там но они постоянно бушуют что а давайте-ка мы запретим американским гражданам или там резидентам америки покупать внешний долг россии то есть покупать российские офезе а в россии российских офезе известно что 30 процентов российскими офезе российских офезе выкуплены иностранцами но по большей части американцами поэтому я думаю что вот в ответку американцы все-таки планируют такие запретить ну кто-то говорит что не запретят кто-то горит запретят вот то есть есть такие какие-то слухи определенные и вот это вызвало судя по всему соответственно рост доллара и что значит рост доллара рост доллара по отношению к рублю это падение рубля есть так называемый индекс ртс ртс это индекс московской бирже выраженный в долларах и давайте посмотрим что произошло с этим индексом в это же время в этот же момент вот он этот момент индекс ртс резко упал почему потому что доллар вырос это акции российские выражены в долларах доллар растет стоимость акций в долларах падает акции в рублях не изменились никак это произошло в 19 часов потому что и фондовый рынок уже был закрыт был открыт только срочный рынок поэтому я показываю вам на срочном рынке срочный рынок работает и после 19 до 23 вот и но я смотрю обвал полностью на индексе ртс и значит он обваливался обваливался и в определенный момент он перестал обваливаться я стал смотреть новости но говорят должно увеличиться с одной стороны с другой стороны ничего страшного не произошло и примут не примут кто его знает бабушка на двое искала поэтому вот здесь вот вчера вечером я решил приобрести ну небольшой пакет там 5 индексов ртс то есть вот вы видите вот здесь вот белая вот здесь вот 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 она белая стрелочка я приобрел 5 индексов ртс на новостях и тут же поставил естественно take profit и стоп лимит чтобы ограничить убыток и убыток у меня был ограничен где-то ну вот здесь вот я ограничил свои убытки и пошел спать собственно говоря индекс практически не изменился за ночь и я стал смотреть что произошло с нефтью а с нефтью произошло на утро то есть я смотрю как ведет себя ну разные биржевые продукты в том числе вот в частности нефть а нефть вчера вечером начала расти продолжила расти вот она нефть и так как нефть растет в долларах то соответственно в россию доллары поступят но должен хотя бы немножечко индекс ртс все-таки повысится потому что приток долларов будет увеличиваться поэтому я принял такое решение купить вот там небольшой пакет там пять пакетов ртс 5 фьючерсов ртс что произошло дальше а дальше произошло следующий следующий утро на утро ожидаемо совершенно индекс ртс начал расти вот давайте я сейчас изменю масштаб графика вот сейчас видно вот здесь вот на открытии биржи естественно индекс начал расти резко и здесь я его докупил ну как говорится на всю котлету вот потому что ну он должен продолжить расти естественно я поставил take profit и stop limit он уже был ну где то вот здесь чтобы было ограничить убытки потому что он как растет так можете упасть и take profit я поставил ну где то вот там где он сейчас вот что произошло дальше ну дальше ожидаемо индекс продолжил расти и так что в самом худшем случае у меня будет прибыль пусть небольшая но прибыль вот и дальше будем смотреть что происходит с индексом а с индексом происходило следующее понятно что он рос вот он рос потом падал но у меня ограничение вот здесь вот убыток стояло и соответственно ничего страшного я а я просто уехал на работа и все по своим делам заниматься вот он естественно значит коррекция была потом дальше на продолжила расти вот я спокойно просто посмотрел на телефон и все вот и потом индекс начал падать вот я постепенно повышал область вот это вот стоп лимит то есть свои убытки и я их повысил вот да как раз до такого уровня сто тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят вот и ну вчера я купил всего пять фьючерсов сегодня еще 11 вот фьючерсов вот вы видите сделочку вот 11 фьючерсов еще и здесь я закрыл все все 16 фьючерсов по стопу ну сейчас я попытаюсь показать вам общую доходность ну вот вы сейчас видите что прибыль дня девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят один рубль сорок пять копеек сделка полностью закрыта за один день за полдня я бы сказал девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят один рубль сорок пять копеек сколько денег у меня там на счете ну в районе двести шестьдесят тысяч на счете всего лежит вот сумма достаточно скромная но посмотрите девятнадцать тысяч прибыль за один день что такое сейчас скажу девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят две два рубля делим на двести пятьдесят тысяч там было с утра семь целых семь десятых процентов процент семь целых восемь десятых процентов фактически за пол дня доходность вот такие доходы можно получать на бирже это не скажу что это легко это и далеко не часто такие же убытки могут быть если так вот сгоряча туда броситься и начать торговать направо и налево то есть здесь надо быть очень аккуратным этого момента надо ждать такого момента и о том как вот как просто установить хотя бы терминал как как минимум у настроить его и прочее ну за этим надо следить и как за этим следить я об этом рассказываю красно вот своих курсах вот потому что ну согласитесь надо делать посмотрите как тут здорово просто вот за полдня можно заработать большие деньги как установить терминал как открыть брокерский счет как перевести туда деньги без комиссии как вывести деньги и как всем этим заниматься я об этом рассказываю как раз помогаю если вы хотите то вы можете перейти прямо сейчас значит там снизу будет ссылочка демитков юр . ком да и прямо сейчас вы видите ссылочку вот в окошечке я думаю что там вот я думаю что вот в этом уголочке будет и вы сможете просто нажав на нее посмотреть там видео курс есть у меня в записи есть и в сентябре я буду проводить такой же курс очный где-то я так ориентировочно думаю с 15 сентября вот курс записи стоит две тысячи рублей сентябрьский будет стоить 5000 рублей но если кто-то захочет оплатить в июле осталось там совсем немного то это будет стоить две с половиной тысячи рублей если в августе то три с половиной тысячи рублей будет стоить вот курс очный со мной как очный в онлайне то есть я буду рассказывать об этом через интернет прямо он вот на живом мониторе показывать как все это происходит как ставить заявочки take profit и стоп лимит и что-то такое вы во всем во всем будете разбираться что такое фьючерс облигации у фс как покупать там доходности и так далее какие комиссии берутся и давать им надо заниматься друзьям и вот поэтому я всех вас призываю начать наконец-то инвестировать и зарабатывать инвестировать зарабатывать накапливать деньги поверьте мне это очень здорово и просто это пассивный доход спасибо с вами был демитков юрий надеюсь до скорой встречи